привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это шепард это mass effect 2 шепард наш застоялся он уже разминается что у нас нового произошло после предыдущей серии находимся мы вроде бы уже как бы здесь же где и расставались но друзья шепард уже не тот о чем я говорю хочу вам показать что шепард обнаружил себе скажем так скрытые способности если мы теперь на него посмотрим шепард у нас теперь инженер это друзья я нашла спасибо большое вам вес и валерия за подсказки действительно можно было переделать не брать солдафона но в принципе можно было ставить его и солдатам но мы уже были солдатам в предыдущем прохождении 1 масс эффекта а теперь но это было бы логично нашего шепарда как говорится собрали по кусочкам и вполне опять же логично что все-таки какие-то новые силы новые знания новые способности он получил и так я взяла небе у сика почему небе у сика потому что это было бы может быть тоже интересно но я не знаю но я все-таки надеюсь что ляра будет у нас или еще кто-нибудь будет у нас биотиком хотелось бы верить все-таки что будет ляра и что она будет нашей команде хотя нам сказали что нет нет и так далее посмотрим как говорится у нас слепое прохождение я не знаю что будет ну и в принципе инженер мне понравился больше чем там были такие сейчас уже не помню как он называлась но короче немножко того немножко другого немножко инженера немножко биотика на самом деле немножко того немножко другого это называется не рыба не мясо поэтому я не стала его убрать были еще интересный класс и по большому счету наверное хотелось бы пройти за каждого в отдельности и это была бы очень и очень здорово но я взяла последнего это инженер что он у нас умеет Он у нас умеет делать перегрузку, электромагнитный импульс, который наносит значительный урон щитам и врагам-синтетикам. И уже пока мы сюда до Дармандии дошли, я попробовала, взяли, действительно хорошая вещь, мне понравилась. Я люблю так, чтобы подальше и не поближе, и без этих пиу-пиу. Прокачала до второго уровня, почему? Потому что нам нужно от того, насколько мы прокачаем эти, качать потом, брать воспламенение. Тоже неплохая вещь, плазменный заряд, который наносит единовременный урон, но и не дает противнику восстановить здоровье. Хорошая вещь, то есть это как бы, если на синтетиков у нас вот эта вот перегрузка, то воспламенение на, так сказать, не только на синтетиков, это на всех может действовать. Вот, после того, как мы... А, у нас еще есть боевой дрон. Вот с боевым дроном я не совсем разобралась. Как он? Он запускается, конечно, но я его запустила, не совсем поняла, а дальше что? Там висело какое-то пятнышко. Ну, нам тут пишет, что запускается дрон, отвлекающий огонь противника на себя. Дрон может на краткое время оглушать цель и повреждать ее щиты. Одновременно может действовать только один дрон. Время перезарядки 3 секунды. Вот. И дрона мне надо было прокачать на второй уровень, чтобы открыть заморозку. Заморозка у нас открыта. Заморозка охлаждает цель, но это неприятное охлаждение, скажем так. Так. Ваш инструмент он выпускает скопление низкотерпературных субатомных частиц, способное заморозить цель. Друзья, представляете, замороженная цель. Ты по нему, потом бац, и она разлетается на тысячу осколков. Ну, по крайней мере, так себе я это представляю. Как оно будет, посмотрим. И главное, к чему я стремлюсь, это взлом ИИ. Искусственный интеллект вызывает временный сбой в системах врага синтетика, заставляя его атаковать своих союзников. Вы представляете, если какого-нибудь огромного робота сбить ему, взломать ему систему, и чтоб он там крушил и ломал всех вокруг себя. Своих же это было очень-очень здорово. Ну, и последний ранг – это совершенство техники. Ваши инженерные навыки усиливаются, а время их восстановления увеличивается. Сосредоточенность также увеличивает рейтинг героя и отступника. Вот. Что такое сосредоточенность? Не вижу сосредоточенности. Ну, не знаю. В общем, и это мы тоже будем брать. Вот такие вот вещи. У нас пока что только третий уровень, поэтому много очков нам тут не давали. Ну, вот такой вот у нас Шепард. Такой вот у нас Шепард. Больше у нас, в принципе, ничего особо не изменилось. Я поставила небольшой модик на свет и убрала динамические тени, которые на самом деле тут очень-очень сильно гадили. Так, ну что ж, давайте продолжим. Мы с вами на Нормандии, и больше я ничем не занималась. И давайте теперь все изучать, где мы, что мы, чего мы. Это все такое очень и очень для нас новое. Боевой информационный центр. Что это значит? Оно светится, но оно не реагирует. Хорошо. Что у нас тут? Ага. Сузя. Ну, спасибо, Сузя. Все я сказала. Да, друзья, не буду я больше ничего зачитывать. А почему эти экранчики у нас? Это очень странно. А, это просто то, что надпись. Понятно. Палуба 2. И перевод. Боевой информационный центр. Вот, что это за штучки. Так, это лифт. На лифт мы пока с вами не пойдем. Давайте все осматривать. Я так же, как и вы. Ну, вы-то, может быть, и нет, но я здесь впервые. Так, Арсенал. Ага, здесь у нас Арсенал. Еще раз читаем. Арсенал. Еще раз читаем. Арсенал. Я собрала все эти штуки, которые мы в прошлый раз с вами пропустили. Спасибо большое, опять же, за ваши подсказки. Да, было пару мест. Это куда? Да. Так, кто здесь? Здесь Джекоб. Давайте с ним поговорим. Покойно, обсудить, давай. Так. Служись на Нормандии, большая честь, капитан. Не буду все зачитывать, буду кое-что, что успеваю и спокойно. Шепард так смотрит, смотрит. Вы здесь не по моей воле. Ладно, не будем хамить. Так, ты не поддерживаешь Сербера в прошлом? Ах, хорошо. Ну-ка, давай-ка. Как Серберу удалось тебя сверотбовать? Так, ты можешь найти более чекарное прошлое. Но если коллекторный фраг был настоящим, и мы делаем что-то об этом, Серберус будет вспомнился differently. Или все будет пытаться и совершить. Не могу считать людей, думая о том, что я так сильно. Все, что ли? Ну да, я в записках почитала немножечко про Сербер, что политика Сербера изменилась с тех пор, как к власти пришел вот так этот, так называемый призрак. То есть у него как-то, ну, вот другие цели немножко. Так, ну, вообще-то хорошо, что вы с вами, мы с вами, и мы все вместе. Обязательно скажу, если что-нибудь понадобится, вольно, солдат. Мы получили два героя. Два два героя мы получили. Не знаю, тут как-то теперь по-другому все это. Если раньше было понятно, сверху герой, снизу отступник. Теперь оно... О, это очевидно, вот этот вот центральный... Он наш подрагивает. Ядерный реактор, я так думаю. Чего тут не... Включение. Не парит. Итак, подожди, это... А мы тут взять ничего не можем, тут только все декорация. Нет, тихо, стоп. Ага, шкафчик. Шкафчик, да, друзья. Будет такая ПХДшная серия у нас, будем смотреть. Так, выбрать вооружение отряда. Итак, у нас Джейкоб Эмиранда в отряде. Я не могу сказать, что я очень счастлива этим. Джейкоб Ладно, Амиранда, ну... Как-то вот не нравится. Так. Пистолет-пулемет, хищник и гранатомет. И что мы можем с этим сделать? Крупнокалиберный и пистолет-пулемет. Так. Ну, это все у нас есть. У Джейкоба что? У него дробовик и тоже пистолет-пулемет. Ну, то есть вот что мы ему назначим, с тем он и будет ходить? Или это оба оружия у него? Пускай берет, если что, пускай... Дробовик. Так, сюрикен и хищник. Ох, что мы не знаем их данные. Ладно, неслось. Ладно, в общем, я так понимаю, что у нас особо оружия нету. И да, нам сказали, чтобы вообще что-либо дальше делать, нам нужен профессор. За профессором мы с вами сейчас отправимся. Так, что тут у нас? Личный терминал капитана. Угу. Статус команды. Улучшения. Узор улучшений. Нету. Сообщения. А, или надо выбирать. Статус команды. Выбрать. Миранда и Джейкоб. Внешний вид. О! О, Миранда, давай ты так будешь. А то твой этот белый комбинезончик, как-то он мне слишком ночную рубашку напоминает. Ты все-таки вояка. Отлично. Замечательно. Так, информация о тебе. Личность обычная. Способности. Перегрузка. Деформация. Удар. Оружие. Пистолет. Пулемет. Многокалиберный пистолет. Хорошо. А почему здесь темненько Джейкоб? А почему я Джейкобу не могу внешний вид сделать? Лояльность обычная. Притяжение. Зажигательные патроны. Обычная лояльность у вас у обоих. Так, хорошо. Это все. Улучшение. Улучшение позволяет увеличить эффективность умений членов отряда модернизировать вооружение корабль, что поможет вам в выполнении заданий. Получите доступ к новой технологии. Можно, найдя ее на задании, купив в магазине или разработав при помощи исследовательского терминала. Да, да, да. Нам нужен профессор. Сообщение. Есть что-нибудь? О май, гооот. Отправитель, советник Андерсон. О, если дошедшие до меня слухи верны, и тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в цитадели. Есть разговор. За последние два года многое изменилось. Благодаря тебе я в совете. Мне кажется, было бы честно выслушать себя лично. Так. Договор с Заидом Массани. Что за Массани такой? Кто это? Шепард. Мы завершили приговор с опытным наемником Заидом Массани. Его имя, возможно, знакомо вам. Конечно, Массани нам знакомо. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системных терминусах, где показывал себя безжалостным, неустрашимым бойцом. А вот, пожалуйста, вам и вояка. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговор и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге тратит свой последний гонорар. Там его можно найти. Все денежные вопросы я с ним решила лично. Это мы таким образом будем собирать с вами команду. Потеряна связь с исследовательским кораблем. Повелитель пламени. Капитан пропал исследовательский корабль «Розали», связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывал новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие у нас ученые, доктор Мануэль Кайша и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль, его исследовательскую команду и ученых. Последний раз корабль «Розали» видели на планете Зиона. Система Элиста, предел Исмара. Даже не знаю таких. Место крушения Нормандии. Мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Аманды данные заинтересуют вас. Найдено место падения Нормандии. Альянс хочет почистить память Нормандии и воздвигнуть памятник на месте, где нашли последний приют ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы, в числе первых, побывали на месте трагедии и установили там памятник. То есть, кто первый в соревновании, кто первый установит памятник. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Побежали. После нападения коллекционеров на Нормандию, 20 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Если вам надо стоит искать доказывать своей смерти, пожалуйста, передоставь всех органам Альянса. Желаю успеха капитану. Потому что, наверное, это тоже надо так. Шлем разведчик. Шепард. Нашим инженерам по созданию брони пришла в голову идея защитить вам голову. Что вам не всегда имеет смысл засвечивать лицо направо и налево. Они решили выслать вам устройство, которое Цербер использует при проведении секретных операций. Кроме того, в нем есть дополнительный функционал, который может вам весьма пригодиться. Шлем в вашей каюте. О, окей. Шепард. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. Это опять призрак, да? В проекте «Властелин» задействованы действительно опасные технологии. И я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете Айта, системы Тифона, которое находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Дуговой излучатель. Опять от призрака. Ох ты ж, елки, надавал задание. Недавно по нашему ванпосту в Скиилианском переделе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь отрывать вас от задания по этому поводу. Наши оперативники ли скоро справились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло не гладко, только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему, наконец, из лаборатории. Сейчас ряд оперативников получил заслуженный отдых, отпуск, а оружие им пока не потребуется. Новую разработку назвали дуговой излучатель. И отправил один экземпляр в оружейную Нормандию, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтите нужным. А что-то я не видела дугового излучателя. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении кинетических барьеров и синтетических противников. Но лабораторное испытание мало значит, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает. Теперь нам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пройдет нормально, мы используем ваш опыт для обучения других оперативников. Слушайте, вас там много? Нет, все предпоследнее. Джепард, затратив немало денег, усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гота и убедите ее поработать с вами. А воровки-то нам зачем? Мало кто слышал о ней, уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Но если только вскрывать что-нибудь, отправляйтесь на цитадель в район Закера. Подожди, Закера, а это не Масяня, который был? А, он был Заид. Там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль молчания золота. Финансовая корпорация. Вознесение информации о вашем счете. От Стенвик Добс, банковский агент, финансовая корпорация Вознесение. Земля. Здравствуйте, капитан Шепард. Благодарю им за представление аккаунтных медицинских справок. В связи с этим статус «мертв» заменен на статус «жив». Минус А. После вычета небольшой комиссии за закрытие дела с последующим изменением статуса и восстановлением вашего счета, остаток кредитов на вашем счету составляет 0 кредитов. Скоты. Короче, они очистили счет. Спасибо, что пользуетесь услугами финансовой корпорации Вознесения. Мы всегда вам рады. Защищаете свои главные активы? Мы предоставим лучшие ставки на страхование жизни и выплаты, которые вас устроят. Запросите бесплатный подсчет прямо сейчас. Зараза. Так, назад. Окей. Архивные сообщения. Нет. Да? Очень хорошо. Книжник 14 из 15. Мы что-то не прочитали, что ли? Чё-чё-чё-чё-чё, Джокер? Я Келли Чемберс. Меня назначили помощницей. Ух ты, как мило. Мило. Да-да, я тоже с удовольствием. Как хорошо иметь секретаря, который читает твои письма. Келли. Хорошо, Келли. Так, давай общаться. Так, что ты делаешь? Назначение встречи. Понятно. Ну, типичный секретарь, это всё о кофе. А, она приглядывает за экипажем. Так она ещё и психолог, добавок, к всему. Окей. А, ещё поговорить. Да, хорошо, что вы здесь. Это действительно. Всё остальное. Так, а Цербер, что думаешь? А, вот так вот, цель оправдовывать средства, типа того. Хорошая задача? Ладно. Ну да, Диалу Цербера, как говорится, с Карим для Нордов. Галактика для людей. Так. Буду здесь счастлива. Как ты чувствуешь, когда ты был поставлен в Нормандию? Что вы делаете? Что думаете? Подожди. Это мы уже спрашивали. Спрашивали. Так, да, да, да. То, что она психолог, это мы уже говорили. Так, про счастливы сказали. Про что вы делаете? Сказали. Что думаете о Цербере? Подожди. Это организация has a dark reputation. А, мы look out for human interest. Advanced human technology. Save human lives. Это мы спросили. Ну, что, пока. По-моему, мы как-то сама не договорили. Так, пообщаться, да. Вот, как экипаж. Хотел спросить. Джокер would like to speak to you on the bridge. Джокер хотел поговорить с нами. Ага, понятно. Все, вот теперь действительно пока. Я буду здесь, если нет, ничего. Слушай, вооружейный. Вооружейный у нас. Это же оружейный, а нет? Это лифт. Вот, армари. Где этот дуговой излучатель? Я не увидела. Дуговой излучатель. Это пистолет, пулемет, крупный. И гранатомет. Или он здесь? Армари. Зал совещаний. Технические лаборатории. Угу. О. Суси. А вот и макетик новой Нормандии. Нормандия номер 2. Хуже она. Не похоже. Я о ней почитала тоже в журнале. Она, конечно, гораздо круче. То есть, призрак всегда с вами квантовый что? Ну, Шепард, мы же инженеры. Мы скажем, полезная штука. Все, что используются везде. Каждый квантум-пэр cost nearly as much as a COM-релай. И can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point to point. To contact a hundred different worlds, we would need to manufacture and install a hundred entangled pairs. One link to each world. Короче, все понятно. Я Ник Сверштейн, хоть я инженер. Я никогда не слышал о квантум-механическом коммуникаторе. Квантум-механическом коммуникаторе. Обалдеть. Да, действительно полезная штука. Так, это мы уже спрашивали, почему. Все, до свидания. Завещание завершено. Так, значит, здесь можно прийти и поболтать с Сузи. Сузи можно поболтать везде. Так, армори и технические лаборатории закрыты. Нам нужен профессор. Так, нам Джейкоб, мы с ним поговорили. Хочу туда вниз попасть, к этому ядру. С Джейкобом все. Так, у нас есть, в принципе, карта. Смотрите, какая классная. То есть, армори, вот этот зал совещания, арсенал. Вот же арсенал, да? И почему я там не нашла никакой излучатель? Может, я что-то неправильно искала? То есть, вот здесь вот арсенал. Так? Вот, я прям, прям вот в нем нахожусь. Может быть, что-то лежит на столе, а я не заметила. Обычно. Это может быть... Нет? Ладно, все в хорошем. А, вот же. Все, Сузи, до свидания. До свидания, Сузи. Я же говорю, Сузи, она везде. Так, хорошо, отлично. У нас еще есть карта. Да, 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 Джокер, да, Джокер. Я помню про Джокера. Естественно, я помню про Джокера. Тут столько всего интересного, пока мы с вами доберемся до Джокера. Так, опять же, огромный макет. Это вообще, между прочим, непростительное транжирство места на корабле космическом. Оно такого не может быть. Тут каждый сантиметр ценен. А у вас тут такие прямо поля. Так, ага, это мой компьютер, это все. Вот тут по кругу обошли, тихо, спокойно. Что у нас тут? Что здесь? Техническая лаборатория. Здесь тоже никого нет. Тут вот нужный специалист. Насколько я понимаю, да? С вами мы не говорим. Так, что у нас здесь? Компьютеры. А-Ти. А-Ти. Окей. А-Ти. Так, А-Ти. Потом почитаем, что это. Это, в принципе, у нас, как и в прошлом нашем корабле. Так, тут опять где-то Сьюзи мелькнула. Где у нас Сьюзи? Сьюзи. А, вот она. Вот она торчит. Прямо у Джокера? А где Джокер? А, Джокер сидит там. И Сьюзи с ним. О, мой дух. Клянусь, этот корабль уводит в сторону. Как это у него, это самое. Не отбалансировано. Колеса не отбалансировано. Это, очевидно, шлюз стыковочный. Так, покажи мне. Ага. Сейдальский терминал, голограмма. Ага. Карта галактики. Личный терминал. Шкафчик для оружия. А, подъемник же еще есть. Слушай, Джокер Сузи. Подожди. Ой, Джокер, подожди. Извини, пожалуйста. Я прошу прощения. У нас есть лифт. Давай, Шепер, шевели поршнями. Он не бегает. Нет, он бегает, конечно. Он думает, что бегает. Вот. Лифт. Так. Мы находимся на второй палубе, да? Информационная каюта капитана. Давай-ка, поехали в каюту. Покажи мне карту. Хочу все изучить. А. Ничего себе. То есть, весь второй этаж Нормандии. Это каюта капитана. Как-то мы не жирно будем. Ох, это еще и с аквариумными рыбками. Офигеть. Что это? Подожди. Кто это? Сузи? Где я? Каюта капитана корабля. Каюта были маленькие раньше. Понятно. На чердаке? Ну что ж, чердак так чердак. Мне всегда нравились чердаки. Личный терминал. Так, это мы все уже тут смотрели. Это что? А, достижения у нас есть. Без вести пропавшие и очень призрачно. Все, у нас больше ничего нет. Мы только начали наш путь. Путь. Слушай, не аквариум это, а просто рыбку сюда запустить. Какую-нибудь. Угу. Здесь наша персонализация. Броня. Внешний вид. Мы можем переодеться. Кстати, поскольку Шепард инженер, может ему сейчас так ходить. Давайте посмотрим, как мы выглядим. Ой, мы выглядим, как доходяга. Не-не-не. Оставим внешний вид, как и все на корабле. И будем отличаться. Коротковатая кроватка. Но зато широкая. Что это такое? Звуковая система. Выбрать музыку. Вот. Вот это вот. Получше. Амбиент такой. Нет, это не совсем амбиент. Это напоминает нам о молотильщике. Нет. Нет. Тоже неплохо, но тревожно. Мрачно. Мрачно. Ну, это так, энергичненько. Квать, мы не собираемся. Даже двери умочки. Присесть я не могу, конечно. Да? Слушай, мне сказали, что где-то здесь у меня шлем. В моей каюте. Где? Или это вот здесь надо выбрать? Вау. Шлем разведчик. Вот, наверное, об этом шлеме говорили. Специальная разработка для диверсионных групп. Автоматическое наведение стрелкового оружия. Супер. Во, мы его и берем. Мы его и берем. Да. Окей. Не обманули. Так, здесь мы все посмотрели. А, вот, смотри, как его сделано. Нормандия. Интересно, это... Мы можем поближе рассмотреть это Нормандию? Нет, не можем. Мы сказали, что Нормандию тоже можно будет прокачать. Ну, что ж, посмотрим, будет ли обновляться этот макет. Ой, Лиара. Ай, как классно фотография Лиара у меня стоит. Она включается только, когда я подхожу. А я сразу и не обратила Нормандию. Тиненькая моя. А где же ты? Где же ты? Ну, на Иллиуме. Может быть, стоит, конечно, съездить и ее забрать. Ну, что значит забрать? Хотя бы повидаться. Там уже надо будет. Забрать. Поехал, забрал. Мешок с картошкой. Так, давай-ка в каюту экипажа заберемся. Трюдек. Жилая палуба. Женский туалет. Там туда. Мужская конца находится по левому порту корабля. Сузи, а ты подглядываешь? А может быть, Шепард задумался вообще, не поиграть ли женским персонажем? И примеривает себе туалет. Ладно. Кают-экипажа. А где мужская кабина? Она меня засмущала. Так, правая смотровая палуба. Закрыта. Первый наблюдательный мостик закрыт до возникновения необходимости. Ага, нечего типа наблюдать. Да, каюта экипажа. Понятно, экипаж там уже сидит. Ух, слушай. Так, лифт. Хорошо, подожди. Тема жизнеобеспечения. Закрыт. Так, здесь тоже закрыто. А это мужской туалет. Сузи, отвернись. Все? Не будет больше никаких нареканий? Черт, искусственный интеллект. Суарка. Ничего не изменилось. Так, а... Я все понимаю. А где сам туалет? Куда можно сесть и задуматься? Нет, ну серьезно. Сюда ты не сядешь. Это ж не для этого. А где? Что за нафиг? Что, в душе, что ли, этим заниматься? Нет, ну я серьезно, друзья. Это ж... А ну-ка, подожди. Давай-ка все-таки в женский зайдем. Я не понял. Ну вот, только издалека посмотрим. А, и в женском то же самое. Значит, это и есть туалеты. Это не писсуары. Ну это так неудобно. Ладно. Итак, мы хотели зайти в каюту. Давай, пойдем познакомимся. Ага, они дочков. Угу. То есть у всех у них благородные цели. Так. Ну смотри, как-то тут по-спартански, по сравнению с каютой-то капитана, мало того, что двухэтажные койки, так они еще и очень узенькие. И это так, прямо скажем, просто в поезде, в пласткарте, то посвободнее, по-моему. Так, мы с ними не можем разговаривать. А, и вы тут по приятному соседству с ядерным реактором. У вас прекрасный вид из окна. Ладно. Хорошо, что у нас тут... О, нет. Меня испугал. А-а-а... Кабинет Миранды. М-м-м. И это уже отдельный кабинет. Джейкоб, то не у вас вместе со всей командой, да? Шеф, сюрприз again. Come on, Rupert. I'm sorry, princess. Filet, mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Ха, у нас кухня. У нас есть кухня, но действительно, кухня должна быть в медицинской лаборатории. Так-так-так, кто-то там у нас хамил повару. Ты кто такой? Заведующий столовой Гарднер. Привет. Заведующий столовой Гарднер, я могу помочь. А тебе что-то нужно? You have everything you need. Yeah, make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Ну и что тебе надо? What do you need? If I had some quality ingredients, хорошие продукты. Oh, shit. You've got more to worry about the grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Ну, я собирался на Citadel, поэтому давай список. If I had that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those Nambi-Pambis on the Citadel. Nambi-Pambi. What else would you like to talk about? Mm-hmm. Давай, расскажи мне о себе. What do you do here on the Normandy? What do I do? Most of them think about me as the ship's cook, but I'm also the facilities, the technician and the custodian. Ах, и сантехникам и уборщикам? А как так? Вы повар и уборщик, я тоже этого не понимаю. Ах, и сантехникам и уборщикам. Ха-ха-ха. Я ухожу мои руки. Моя-ха-ха. Ха-ха-ха. Это не не лукшери-линар. Ты должен вырвать свой вес в сервере. И я вижу, что падает через кракки. Через кракки. Э-э-э. Понятно. Почаще мой руки. Э-э. Что ты думаешь о сервере? Как ты чувствуешь, когда работаешь за сервера? Гордишься? Ну ладно. Окей, понятно. И как ты оказался на сервере? Сервере. Понятно. Ну, вообще-то, конечно, повар и сантехник, это круто. Ладно, так, изучить, вернуться. Это мы спросили. Все, давай, бывай. Продукты нам дали. Ну да, но если мы поедем на Цитадель, то что ж, почему бы нам и не привезти продукты? Так, все понятно. А это у нас что такое? Главная батарея. Старший артиллерист. А, батарея в смысле, которая стреляльная батарея. Прямо рядом с жилыми корпусами. Однако. Так, медотек. Мы можем зайти? Давай посмотрим, кто у нас тут. Что это? Это лазарет. Пационарный госпиталь. О, доктор Чаквас тут. Привееееееет. Ну, я так рад вас видеть. Я так рад вас видеть. Что вы здесь делаете? Нет, я рад вас видеть. Да, слушай, я, конечно, бы действительно хотела свою старую команду. Я к ней так уже привыкла. Брендзи. Да я найду тебе брендзи. Не вопрос. Слушай, я не поняла, а почему, ну, то есть нету возможности найти такую бутылку? Или все-таки у нас будет возможность? Только она не отметилась. Так, вы ушли из альянса, насколько я понимаю, да? Так, ну подожди. Все-таки что-нибудь снушено. А почему Сэр Айс Айс? Если я найду ее. Не, она отказывается, странно. Так, ладно, служба в Цербере. Правильно, она на нас работает, а не на Цербере. Супер, супер. Так. Шанши на выживание малы. У меня аж это же дефект фикции образовался. Да, это встучно, мы много что пережили. Ну ладно, до свидания. Доктор. Командер. Найти брензи? Нет, все-таки найти брензи. Это она так просто, как говорится, деликатно отказалась. Ядру и и закрыт. Закрыт. Вы можете посмотреть на него только через окошко. Опять же, смотри, проход через лазарет к ядру и и. Искусственного интеллекта. А, это мы вот это вот. Сюзи, это у нас в окошко видно было. Угу, а не ядерный реактор. Ладно. А ну-ка, давайте-ка заглянем к Миранде. Очень просторная. Тут прям входит в дискотеку. Ну посмотрите, тут можно просто демонстрации проводить на этом корабле. В смысле, мирные. Или не очень. Так, Миранда. Здрасте. И во-первых, я хочу посмотреть на тебя, как я тебя переодел. Поговорить можем. Ты очки не можешь снять? Костюм нормальный, очки дурацкие. Так, расскажи мне о задачах Цербера. Вообще, расскажи мне о призраке. Вот он меня больше всего сейчас интересует. Что ты можешь мне сказать о Эллюзивом? Эллюзивом. Не много, что ты уже не знаешь. Даже я не имею доступ к большинству его background. И ты видел больше о нем, чем больше никогда. Это редко для него, чтобы он был в миссионах. Но ты что-то особое. Что-то, что люди могут сказать о нем, я могу уверить, что он имеет лучшие интересы в сердце. Это включает тебя и я. С чего ты так думаешь? Обалдеть. Так, расскажи о себе. Спросим еще. Так, задачи Цербера. Прогресс человечества. Интересно, а кто главный призрак? А кто ваши инвесторы? Вот что. Немаловажно, собственно говоря. Так, да-да-да, ресурсы. Я не удивлюсь, если за всем стоят волосы. А, ну да ладно. Я имею в виду финансирование. Это вполне в их интересах. Ну, конечно, не за человечество, а за то, чтобы все было в галактике спокойно и никаких этих самых жнецов. Расскажи мне о себе лучше. Скажи мне о себе, Miranda. Ну, я думаю, что это правило. Я прошел последние два года участвовать все, что есть, чтобы знать о тебе. Ну, ты наверное знаешь, что я уникальна генетическая модификация. Не моя решение, но я делаю на это. Это одна из причин, что этот человек эллюзивный меня подпомнили. Я очень хорошо в том, что все, что я выбираю. Ты точно не потеряешь уверенности. Это просто факт. Мои рефлексы, моя мощность, даже мои взгляды, они все созданы для мне наиболее. Никакого смысла в забыть от этого. Это причина, что я доверяю, чтобы обучить самые опасные, рискованные и технически требующие операции, что Cerberus занимает. И это почему я был вставлен к тебе. Это моя работа, чтобы уверен, что ты успеешь, Шепард. Не, 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 ты мне давай тут не подкатывай. У меня есть невеста на Илюме. О, видите, она биотика у нас. Хочешь сказать, что ты совершенно мисс Совершенство. Ладно. Давай, мисс Совершенство. Мэри Поппинс. Галактическая. Мэри Поппинс Галактическая. Ага, смотри-ка. А это что такое тут у тебя? А что это тут у тебя такое? Персональный уголок Совершенства? Совершенствование. Так, кроватка. Зачем? Прозрачный пол. Немного подушек. Окей, хорошо. У Миранды тоже такой кабинетчик. Неплохой, неплохой. Книги, смотри-ка. Подожди, Миранда, там у тебя ничего нет больше? Больше ничего. Можем еще поговорить? Да не, все, давай. Я позволю тебе работать. Конечно, командир. Давай. Бывай. Мисс Совершенство. Я так понимаю, что это Шепарду был второй шанс, если он в первом Масс-эффекте себе ничего не раздобыл. Ну, имеется в виду, в личную жизнь. Вот, пожалуйста, мисс Совершенство Миранда. Так, зайдем еще в женский туалет. Нет, все, поехали. Где мы еще не были? Инженерная палуба. Что это такое? Десантный челнок. Кадьяк. А, а где он? Ну, да, я вижу, что тут как бы типа чертежи, да? Так, подожди, лифт. Инженерный зал. Ох, елка, заблудиться можно. Что тут у нас? Ох, елки с палками. Инженер Данелли. Инженер Данелли. Инженер Дэниэлс. Инженерная палуба. Мама, Люля, где я? Подожди, я здесь уже был? Это лифт. А. Сузи. Где я? Ага. Понятно. Значит, у нас теперь будет не Мака, а Шаттл. Хорошо. Инженерная палуба. Пошли поговорим с инженерами. когда уже. Ты с командиром говоришь? Привет. Ах, ты. Так, вам что-нибудь нужно? А что с ними так? Да, да, да. Он жалуется. А в чем проблема? Модули ТБАМЦ. А почему их нету вообще? Это же совершенный корабль. Ага. Ну, понятно. Я даже не предлагаю найти эти модули, но, очевидно, нам надо будет нам надо будет их найти. Давайте с ними еще поговорим. Альянсу служили. Альянсу служили. О. Ну, смотрите-ка, этот призрак просто прям, я уж не знаю, что-то слишком он хороший. И это всегда подозрительно. Так, а Гэби, как попал в сербер? Так, а Гэби, как попал в сербер? Понятно. Так, и что вы думаете о сербере? Что вы думаете о сербере? В самом деле, мы не знаем много о организации, а также о команде Нормандии. Мы знаем свою миссию и кто в руках. Мы начинаем кикнуть коллектива прямо в их дады-байках. Это достаточно для меня. Так, что вам нужно, мы уже спрашивали, да, или еще что-то нужно? Омеги. Подожди, Шепард, не надо по сто раз спрашивать, изучить. Мы все изучили. Вернуться. Давайте, давайте. Ну, надо найти модули. Окей, так, подожди, но у вас тут было... Я же сказала, он придет. Так, это Суси. двигатель. А вот он и этот вот реактор. Не этот, это реактор не Суси. Это реактор. Это двигатель. Обалдеть. Это мощь. Все понятно. Мы посмотрели, что хотели. забавно здесь диалоги команды, даже как бы вот без нашего ведома. То есть, смотри, мы можем сейчас спуститься вниз. Подожди, Шепард. Шепард цепляется ногами, ножки не идут, тут уже красный свет. Ага. Ай-яй-яй-яй. А зачем это вот это вот было? Чтобы сюда заходить? Они тут, что ли, живут? Они тут спят? Нет. Просто какая-то коечка. Очевидно, стол. Я уж не знаю, если какой механик сильно устал прилечь. Странное место, честно говоря. Ну, ладно. А где я? Ага, там есть инженеры, а это коридор. Ну, вот, собственно говоря, и все, насколько я понимаю, да? Да, вниз мы никак попасть не можем. Да, но как бы, наверное, незачем. Миранда Лоусон. Джейкоб. Таюта капитана. Выбираемся обратно в информационный центр. Так быстро, так быстро мы доезжаем на лифте. Джокер хочет с нами поговорить, друзья, поэтому мы станем здесь с вами и отправимся к Джокеру уже в следующей серии, потому что много потратили времени, но зато все осмотрели кроме Джокера. Поэтому огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Да, она была ознакомительная, но на самом деле лично мне очень интересная куча всякой информации. Более того, в следующей серии мы еще посмотрим с вами на карту Галактики. Она наверняка тоже теперь новая, новое управление и как бы нам там все правильно сделать и улететь туда, куда надо. Все, друзья, большое спасибо всем еще раз, всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok